Где вы служили, когда вы были призваны, и вот как раз 50 лет прошло, а вы до сих пор помните номер воинской части и почтовый индекс, насколько я понимаю? Почтовый индекс забыл, а адрес могу сказать. Приморский край, партизанский район, почтовое отделение «Золотая долина», ВЧ-49-343. Насколько вы туда уже пришли подготовлены? Вы знаете, я закончил техникум автомеханическую, уже работал на автозаводе. Сначала я на главном конвейере работал, а когда забирали меня в армию, я работал на полигоне 20-го цеха Ульяновского автозавода. Ну, подготовленный как, в каком плане подготовленный? Жил без родителей, самостоятельный. Формировался в рабочем коллективе. Готовили нас к армии, к армию уже в технику. У нас была спецгруппа, где было 33 мальчика или юноши. Девчонок у нас не было. И вот нас готовили к армии. В мае 1972 года призвали в армию здесь, за Севиарским РВК. Отправили сначала в Башкирию, там сформировали воинский эшелон и отправили на воинский эшелон на восток. В течение 15 суток мы ехали в сторону моря на восток. Помнив своего покупателя, красивый лейтенант с голубыми околышами, Коля Зинченко, он нас спровождал. Привезли до станции угловая под Волозьевостоком, расформировали эшелон. Но нам пришлось еще ехать ночью в сторону Японии. Не доезжая на ходки, 18 километров высадили на станцию Екатериновка и вот на аэродром. Аэродром, реактивные истребители-перехватчики, Су-15ТМ, очень красивые самолеты были. Очень красивые. Ну и местность такая называлась Золотая долина. Тоже, наверное, само по себе говорит. Вот с 72 по 74 год я служил в воинской части. Был полк и батальон обслуживания. Вот там пришлось. А за армейские службы. Значит, запоминается, наверное, что? Начало службы и завершение службы. Ну, про начало службы я вам сказал. Ну, завершение тоже какое-то необычное у меня было. Уже приказ о дембелизации был. Пошел в штаб оформлять документы, получать документы. Из списков был исключен. Все нормально. Документы дали. Осталось только деньги получить. Денег, как обычно, не было. И надо же мне было показаться, на глаза командира был подполковник Корольков такой, мне сказал, малыш, поедешь в понедельник. Ну, понедельник, значит, понедельник. Прихожу в столовую, в списках нет. День прихожу, нет, второй день. Ну, тогда как-то и не чувствовал, что покушать надо, потому что домой собрались. Вот я вроде бы из дома уехал, уже 4 года прошло. Но все-таки даже необъяснимое такое вот стремление, как домой попасть, быстрее, быстрее. Как говорится, кусок в горло не лезет. И надо же в субботу объявлять тревогу. Тревоги у нас постоянно были, потому что подлетное время с авианосства было где-то 5-7 минут. У нас не было увольнений, в нашей части. Постоянно там по своему расчету, согласно своего расчета, надо бежать, бегом. Я был из этих расчетов уже исключен, все. Ну, я сижу в казарме, заходит дежурная по части. Так, почему по тревоге здесь находится? Не пытаюсь объяснить. Бесполезно. Второй суд карест на Гоупахту. Гоупахта у нас своя, знатная была. Возглавлял ее прапорщик один. Михаил Васильевич ее звали. Ну, среди солдат у него кличка была Мишка Колчак. Ну, наверное, само название говорил, что за личность. Но объявил и объявил. Я своему командиру доложил, говорю, вот так и так. Он говорит, ладно, найдем денег тебе. Я отправил меня в этот же день вечером. Тогда все служили. Кто не служил, это либо состояние здоровья, а уж говорить, что там откосили от армии. Такого вообще не было. А как же девчонки о тебе подумают? Скажет, какой-то неполноценный. Поэтому служил, как все, два года. Конечно, два года, когда исполз пошел третий год, уже тоскливо становилось. Домой хотелось. И плохо далеко. Ведь вот на скором поезде, Владивосток-Харьков, он скорый поезд, семь суток ехали. Ну, отпуск пришлось летать. Так нормально все. Так вот отслужили. Но, скажу так, ну, может быть, лет двадцать, как бросил, мне армия ценится. Причем один и тот же сон. Мне снится, что меня опять в армию забирают. И я пытаюсь доказать, что я отслужил свои два года. Нет, вот, давайте надо еще что-то слушать. Вот так вот моя армейская жизнь прошла. Что вам армия дала вот личное количество людей? Вы знаете, наверное, правильно строить взаимоотношения в коллективе. Это, наверное, самое главное. Потому что я видел ребят, которые приехали от папы с мамой, которые не могут ни вертничок подшить, ни себе не постирать, ни галифеу шить. Ну, ничего не может. И самое главное, не может правильно взаимоотношения строить. Вот это, наверное, самое главное. А потом, ну, я правильно научился полы мыть. Которые я вот, честно скажу, я год каждый день вынул полы. Когда я женился, я жене сказал, я все буду делать, полы мыть не буду. Извини, я дорогу от Владивостока до дома вынул. Поэтому, а так, я думаю, нормальный, каждый нормальный молодой человек должен послушать в армии. Ну, хотя нынешняя армия, я ничего не могу сказать, плохая или хорошая, вот как-то там у них. Картошку они не чистят, полы они не моют, якобы, на себя они не стирают. Ну, я думаю, это не совсем правильно. Потому что должен, должен почувствовать самостоятельно. Ну, вот вы говорили, вы еще первые дни в армии хорошо запомнили. То есть, последние вы рассказали, а вот... Ну, первые дни запомнили чем? Старевой подготовкой. Было 38-39 градусов жары. А в Приморье так вот, жара. Каждые три часа идет дождь. Ну, и вот нас старевой подготовкой с утра до вечера. Взлетная полоса, она большая, вернее, продолжительная. Вот туда с песней, обратно с песней, туда с песней, обратно с песней. Мы все облезли от загара. Только вот полоса от пилотки осталась. Увидел соль свою на гимнастерке. Утром встаешь, а она вся белая. Ну, вот так вот. Это вот начало было. Сначала мы пришли, нас в столовую привели. Мы ничего не доедали, ничего. Вот первые дни. А потом некоторые бегали, подбирали кусочки. Есть хотел всегда. Вот, что... Не знаю, возраст такой был молодой, не знаю, вот... И в пищи малокалорийная, ну, такая. Каша, 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 селедка. Вареная, вареная, жареная, всякая. Ну, никаких фруктов, никакого. Рис давали нам только на 23 февраля и на 7 ноября. Два раза в году. Все остальное. Кашка под названием, в общем, лошадиная радость. Ну, ничего. Выжили. Я ушел в армию с автозавода. Правда, другой организацией работал на автозаводе. Ну, там меня в партию приняли. То есть я трудовую книжку на автозаводе получил, в армию ушел с автозавода, женился на автозаводе, когда был. Все доброе, хорошее. Если что-то я получил, то на автозаводе. Там серьезный был коллектив. Серьезные руководители. Очень серьезные такие. Не было с чем сравнивать. Я потом ушел. Когда институт закончил, я ушел в народный контроль. Там совсем другая обстановка, совсем другой коллектив. Вы понимаете, что рабочий коллектив и что коллектив чиновников. Это же две разные вещи. Так что можно сказать спасибо армии, наверное, что ты осталась. Хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.